Здравствуйте! Появилась конкретика по будущему многострадальной стрелки на впадении СОКа в Волгу, которую в прошлом году ухайдакали ребята из СОКского карьера управления, начав там незаконное строительство базы отдыха и яхт-клуба. Вот только после вмешательства депутата Госдумы Хинштейна органы власти соизволили проснуться и зашевелиться. Была установлена истина. Ну то, что и всем так было ясно, что все работы доведутся незаконно. Ну, собственно, и работы эти остановили, и самарцам, привыкшим тут отдыхать, пообещали, что все восстановят и вернут в первоначальный вид за счет застройщика. Было это еще в мае прошлого года, и вот с тех пор ничего не изменилось. Снова Хинштейну пришлось всех в темпе собирать, чтобы выяснять, что к чему. В общем, вовремя Александр Евсеевич все это сделал, потому как было ощущение, что без окриков и понуканий, ну, никто никуда торопиться и не собирался. У нас, как обычно, еж-птица гордая, пока не пнешь, не полетит. Вот дошло до того даже, что прокуратура, так и не дождавшись проекта на рекультивацию, уже и в суд обратилась по этому поводу. Ну, думаю, что Лаврентьев, ну, хозяин карьеры управления, опять что-то там задумал и не хочет добровольно восстанавливать участок. Но нет. Оказалось, что проект уже месяц, даже как готов, сейчас проходит стадию согласований по экологическим ведомствам. Вот как так, а? Проект вроде и есть, а прокуратура и не в курсе, и при обсуждении выясняется, что контрольные органы считают, что им предоставили проект благоустройство. А это совсем не то же самое, что проект рекультивации. Проект называется устранение нарушений окружающей среды. То есть в этом проекте, если сказать коротко, рассматривается благоустройство этого сооружения, которое насыпано. То есть не ликвидация его, как объекта, и потом рекультивация дорожных земель, а благоустройство. То есть его хотят провести технический этап рекультивации, завести землю, грунт, полгородный, и на нем же провести биологический, то есть озеленить. Благоустройство, дороги, там все. То есть вот это предусмотрено, что уже созданного. Это хорошо или плохо? Толомитку надо убирать оттуда. Убирать. Можно мне ответить? Там слова рекультивации нет нигде. Рекультивация – это восстановление нарушений земель. Мы должны восстановить нарушения, принесенные окружающей среде. Проект предусмотрим вывоз его. Я не знаю, о чем сейчас говорит Росприроднадзор. Может быть, они проект не читали до сих пор. Как мы? Проект предусмотрим вывоз камней и доломитки. Только камней. Вывоз крупноговоритных камней. Нет, а дальше, пища на правильной смеси. Да вот людям пофиг, как это называется. Людям надо, чтобы убрали щебень, доломитку и вернули местности первозданный вид. Все. В формулировках договорились, опять же, только после вмешательства Хинштейна. Равно как и по срокам начала работы. В проекте можно эти изменения предусмотреть? Конечно, можно. Вы, секунду, вы эти изменения, необходимые, в качестве замещания направили заказчику? Да, направили. Так, Альфинич, получили эти замещания? Нет, получили. Можно приехать на, можно приехать на. Слушайте, так, друзья, ну вот ей богу, какое-то это самое. Альфинич, вы сегодня несете прямые убытки. И будете их нести рот до тех пор, пока вы не завершите всю эту историю. Мы хотим быстрее завершить. Тогда, сегодня же, после совещания, руки в ноги, в Роспроднадзор, вместе со своими проектаторами, забирайте все материалы, садитесь и смотрите. И все замечания, которые природнадзор вам указывает, в полном объеме удовлетворяете. Ну, слава богу, теперь точно знаем, что в августе работы начнутся. Вот середина, конец августа, оптимальный срок по многим параметрам. Но все равно ближайшие несколько месяцев еще уйдут и на окончательные согласования проекта рекультивации и правовой документации. Да и людям не будет перекрыт доступ к местам отдыха в разгар летнего сезона. Зато ближе уже к сентябрю, конец сезона отпусков, народ уже купаться не лезет, почвы не так заболочены. А когда по осени они совсем застынут, вот и станут пригодной для работы тяжелой техники. К лету 16-го года должны успеть вывести вот эти все валуны, щебень, доломитку. Ну, а по весне завести новый грунт и высадить деревья взамен уничтоженных. В общем, через год вот про эту всю катавасию, надеюсь, что можно будет забыть, как про страшный сон. Ну, а про планы некой фирмы Аквалайн насыпать, тут же искусственный остров для строительства жилья, получивший огласку на прошлой неделе, тоже вот на этом все совещание выяснилось, но об этом в следующей программе.